Уходя, обязательно выключаем все электрические приборы, даже из сети вытаскиваем. Не дай бог, что там перепад на приезжание, может произойти короткое замыкание, может загореться. Поэтому ушли, выключили дверь. Несколько секунд, которые могут спасти человеческие жизни. Инспектор пожарного надзора Алексей Болтунов напоминает жильцам многоэтажки главные правила использования электроприборов. Принцип проживания в общежитии подразумевает наличие огромного количества мест общего пользования. А это значит, что каждый житель, пусть и частично, но отвечает за безопасность своего соседа. В общежитии на тракторной это получается не у всех. К примеру, кухня на каждом этаже – это источник постоянных споров между соседями. Какая проблема? Плиты сломаны, ставят конфорки, совсем нет тех плит. Газ идет. Еще одна проблема, которая касается почти всех живущих рядом с балконами – это загромождение путей эвакуации. В общежитии спуститься с девятого этажа на первый без лифта можно либо по центральной лестнице, либо по пожарной. Препятствия и там, и тут. На этом этаже путь спасения завален вещами. Они стоят непосредственно на них, выход сразу же на балкон. То есть рекомендуется убрать, так сказать, в добровольном порядке. Если нет, то уже будут приниматься меры административного воздействия. Инспектор уверяет, сюда пожарный надзор еще не раз вернется с проверкой, чтобы убедиться в исполнении требований. Грубые нарушения и на самой пожарной лестнице. Люки закрыты и внизу, и наверху. Такая проблема у нас возникла, что не на всех этажах у нас есть свободный доступ как раз-таки к этим аварийным люкам, к выходам. Потому что где-то они завалены, где-то они завалены. Но есть и открытые, то есть где люди могут свободно переместиться этажом ниже и уже, допустим, спуститься через общую домовую, так сказать, лестничную клетку. К слову, перейти с общей лестницы на пожарную через балконы тоже не получится. На многих этажах закрыты металлические двери с домофоном. Закрытым оказался и пожарный выход по причине того, что в эту коморку регулярно наведываются лица без определенного места жительства. Нередко для патрулирования таких проблемных объектов пожарным инспекторам приходится привлекать и полицию. Здесь много граждан, которые входят в так называемую группу риска. Опять-таки эти списки все ведутся и в администрации, и у нас тоже есть и в отделе надзорной деятельности. То есть с ними надо проводить особую работу, потому что это и из-за употребления алкогольных напитков, и курения в своих собственных квартирах. На проблемы этого общежития обращено внимание представителя КТОС. Совместными усилиями с жильцами придется решить и проблему утечки газа, и незакрывающиеся краны, из-за которых на кухне постоянный потоп. Органы профилактики и пожнодзора в рамках акции «Защитим жилье от пожара» в ближайшие дни обследуют и другие общежития Владимира. Светлана Барашко, Алексей Ковалев, ТКанал «Вариант».